Уникальный талант, благородство, верность профессии. Все это о Василии Лановом. Народному артисту СССР сегодня исполнилось 85 лет. Его поздравил Владимир Путин, отметив огромное внимание Василия Семеновича к сбережению памяти о героях Великой Отечественной. Ну а главный подарок юбиляру – возможность быть на сцене родного Вахтанговского театра спектакля «Посвящение Еве», который на сегодня он выбрал сам. Полный зал, сложный драматический спектакль – идеальный юбилей у Ланового. Кто из ваших героев на самом деле больше всего похож на вас в настоящем жизни? Полосатом рейсе. Шучу, шучу. Я не могу этого сказать, не знаю. Есть такая профессия – жизни на сцене проживать. И Василий Лановой делает это так, что и нам с вами сложно выбрать одну главную из 80 его ролей. Капитан Грэй – это было вообще просто что-то невероятное. У меня, наверное, Павел Корчагин. Я очень люблю русского. Конечно же, это офицеры. Кстати, от роли Ивана Варавы он отказывался трижды. Говорил, нет в нем силы, одни сопли. Я говорю, я не понимаю, что надо играть здесь в этой роли. А старый оператор, киношный, опытный, сказал – играй романтику русского офицера. Сыграл так, что военные по сей день при встрече отдают честь и обращаются к Лановому товарищ генерал-полковник. Ну, здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ зал-полковник. Совсем углушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатывает, товарищ зал-полковник. Экранные друзья в жизни подружились не сразу. Георгий Юматов был обижен на Ланового за то, что тот увел у него роль Корчагина. Я говорю, а что пробовать? Я и только я должен играть. Ах, ты наглец. Почему это ты должен? Я говорю, потому что я в октябре 41-го с ним познакомился. Мне было 7,5 лет. Маленький Вася вместе с сёстрами оказался в немецкой оккупации. И сельский учитель преподал им главный урок – стойкости. Он сказал, хлопцы, закрой ты двери на ножку стула. Бо я ещё кто на селе узнаю, что я вам читал, мне в голову видировать. Достал потрёпанную книжку, открыл её. И мы так все ближко сели, и он сказал, Микола Островский, як гуртувалась сталь. Война застала Ланового в украинской деревне, куда он приехал на лето к деду. Родители остались в Москве, работали на фронт. С портретом матери он выходит во главу бессмертного полка. Это движение Лановой называет сейчас своим главным делом. И каждый раз поражается тому, что видит. Дедушку несёшь, ну как она не видала его, всё. Но несёт, и это появляется в глазах. Память без указания сделала та самая память поколения. Это чисто русский характер, между прочим. Вот знаете, стоять до конца. Он и стоит, вернее, несётся по жизни. Сегодня на сцене театра, которому верен больше 60 лет. А завтра снова в путь. На встречу к зрителям по всей стране. Словно возраст – это иллюзия. Суббота на первом день Василия Ланового. В честь юбилея артиста документальный фильм о нём, интервью. И, конечно, любимые всеми кинокартины. Алые паруса и офицеры.